МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К лошадям недавно добавилось еще одно. Электрический самокат. Звелище говоря, то еще, зато пить меньше стали. Тут ведь главная координация. А в Мурманске всем сотрудникам раздали жетоны со встроенной видеокамерой, которая пишет каждый вздох, каждый шаг. Вот реальная запись. ЗВОНОК В ДВЕРЬ От этой камеры говорят не спрятаться, не скрыться, то есть и не поспать на дежурстве, и не стукнуть к профилактике ради задержанного. А что теперь делать со взятками от благодарных водителей? Кажется, полезное изобретение, по крайней мере, для мирных граждан. Были бы такие жетоны еще год назад, вот бы кино получилось, а заодно и в суде доказательства. СЕБАСТИАН ПОРЕЙРОВ Ух ты, ничего себе! КОНЕЦ 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 Как бы ни шла сейчас эта реформа, до конца никто так и не верит, что из милиции вот так одним взмахом можно сделать полицию. А может быть зря. Была ведь когда-то по соседству самая коррумпированная Советская Республика. А теперь, говорят, там ни взяток, ни откатов, ни распилов. Ну, только странно немного президент. Николай Ковальков поехал в страну запрещенного Боржоми, чтобы лично заглянуть в окна прозрачных полицейских участков. В гулких коридорах исполнительной власти мужчина в аккуратной форме ведет под руку арестанта. На плечах преступника те же нашивки, только шаг его сбивчивый, а на лице отчаяние. Телекамера безжалостно укрупняется на наручниках. За какое страшное преступление, такие унижения. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Посмотри, брат, это все, что у меня есть. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Возьми, дорогой, только отпусти. Я твоих родителей знал, очень хорошие были люди, совсем как ты. Ладно, ладно, давай, больше не попадайся. За самое обычное «давай разберемся на месте» без отягчающих обстоятельств и особо крупного размера 7 лет тюрьмы. После революции РОС такие сюжеты в Грузии стали обычным развлечением для зрителей. Это называется нулевая толерантность к коррупции. Даже за незначительное нарушение инструкции выносят самый суровый приговор. Во всем пишущем в Советском Союзе, где известно, что грузинская коррепция, грузинская полиция – это самая худшая полиция в Советском Союзе, самая коррумпированная. У Таисии – криминальная столица СССР. Пустынные улицы за вокзалом, ржавые скелеты вагонов. Десять лет назад прогулка здесь даже при свете дня могла закончиться в лучшем случае ограблением. Нам преступники нужны. А вы сейчас преступники уже нет. Нет преступников. Полиция хорошо работает? А можно. Устроить с нуля было легче, чем поменять старое. Поэтому мы были вынуждены поменять почти 70-80% личного состава. Шаг чисто политический. Ведь гражданин, который любит своего участкового, любит своего президента. Самое коррумпированное ведомство, автоинспекцию вместо переаттестации уволили за одну неделю в полном составе – 14 тысяч человек. Сейчас лучше вставать? Конечно, уже машины можно оставлять, никто не возьмет ничего. Разогулить! 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 Это не оперативная съемка. Это всего лишь ролевая игра в полицейской академии. Инструктор следит за тем, как быстро нейтрализует бандита, и за тем, насколько обходительны будущие патрульные. Поднимут пистолет на безоружного – минус балл. Дальше по расписанию. Юридическая практика, занятия по психологии, английскому и международному праву. Наработав полицию, берут только выпускников академии. А престиж профессии за несколько лет вырос настолько, что заодно вместо патрульного выступления